Состоянные коэффициентами, да, значит, постоянные коэффициенты. То, вообще говоря, можно составить характеристический многочлен, да, значит. Значит, аэр нямбл степени рэн, да, процент минус 1 нямбл степени минус 1, плюс и так далее, плюс, аэр нямбл степени рэн, плюс а 0 равно 0, у которых, соответственно, там корни какие-то, находим, корни, значит, лямбда 1, так далее, лямбда к, у которых кажется, что кратность а1, альфа 1, так далее, альфа к. Значит, альфа и, ж, и, значит, больше равно 0, большим на единице, ж от единицы до к, да, ну, потому что, значит, и к меньше равно n. Ну, и, то есть, уникальный корней может быть меньше, при этом уникальная своя кратность. Тогда я говорила, что, вообще говоря, решение линейного такого уравнения образует иное пространство с базисом, с базисными решениями, вида е в степени лямбда x, где лямбда простой корень, есть кратность 1, да? Значит, е в степени, значит, лямбда x, x в степени, е в степени лямбда x, и так далее, значит, x в степени s. Значит, минус 1, если не лямбда x, где, значит, лямбда корень кратности s, так? Непонятно, да? Непонятно, да? День независимости. Соответственно, отсюда тогда решение, значит, y, если он решение, да, если y решение, то поплее не пострался, да, y раскладывается в базис, да, раскладывается в базис, решение, следовательно, представляется в виде линейной комбинации. Так, а вот лямбда, это корни характеристического уравнения, а альфа, это тогда кто? Кратности их. Лямбда 1 имеет кратность альфа 1, так далее, лямбда k имеет кратность альфа k. А, это кратность еще, я понимаю. Да, ну здесь я их использовал просто, потому что когда будем выходить метни прямых коэффициентов, там будет т.с. буква. Да, я просто запись не понял, окей. Хорошо. Значит, если y решение, то линейного однородного, да, значит, он представляется в виде, через базис решения, то есть в виде линейной комбинации, да, значит, y, на самом деле, равно, там, сумма c и y, и, от единицы, да, n, где y и, это базисное решение. А, фундаментальная система решения у вас, у вас фраза была, да? Да, да. То есть решение, решение из ФСР. С ФСР, на самом деле. Ну вот. Фундаментальное решение. Хватисное, циноним, на самом деле. Ну, на уровне лучше говорить фундаментально, потому что один линейный давал, фундаментально. Да, налоги, я просто управляю слово базис, наверное, с алгеброй. Вот. Хорошо. Теперь, значит, давайте, типа, например, попробуем. Это я могу стирать или, наверное? Пишите еще. Не, а можете, да, подождать чуть-чуть. Хорошо. Это когда-то пригодится. По сути, последовательность действий. Что нужно делать, да? То есть, что получается. Значит, если у нас определяем его тип, значит, у нас постоянные коэффициентами, однородные. Пока что однородные. Потом будет неоднородные, очевидно, да? Значит, составляем характеристическими гостями. Характеристическими гостями. То есть, находим нули, находим кратности, составляем систему решения фундаментальную, составляем наше решение в виде единой комбинации. А, вот эти вот есть... Это будет общее решение, да? Это будет общее решение. Вот эти две строчки под характеристическим многочленом, это как раз... Да, как искать их, как искать, да? Как искать, плюс... Значит, какие... Похожу. Фундаментальные решения. Разности. А фундаментальными-то они называются просто потому, что байсис образуют, да? Ну да, да. Так, а общее решение, мы так говорим... Вот есть, значит, общее решение, так как решение линейного однородного равнения образует векторное пространство, ну, линейное пространство, в наших случаях, вот. А значит, любое решение представимо, значит, линейной комбинацией базисных решений, да? Каких фундаментальных решений. Я имею в виду... Какая здесь фраза, условно говоря, является общим решением? То, что... Значит, Y равно... Процесса пространства это линейная оболочка? Вот это общее решение, значит. А, все, 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 я понял. Ну, то есть, как бы для любых, типа, C-шек. Ну да, это константы, по сути, у нас здесь система на порядке, значит, это уравнение на порядке будет, значит, n-констант. Понятное дело, да? Значит, это единица до n, константы — CI. А Y и И, то, и они вот либо это, либо это, зависит от вероятности. Не, я имею в виду, CI-то, они здесь зафиксированы, или это то, что мы можем менять как раз? Как раз константы есть, которые наши CI роль играют. А, окей. То есть, это же какое-то мерное пространство, и в нем константы бегают, а функции, значит, у них X бегают. Не, я просто думал, что, может быть, вот мы нашли базисные вектора, ну, вот Y и ты, и теперь, как бы, все пространство решений — это просто линейная оболочка над этими векторами. Ну, если оно, сейчас, если оно уже линейное пространство. Если это излишнее, мне кажется, не понимаешь. Хотя, де-факто, так и есть, конечно же, но... Ну, я к тому, что я думал, что C, вернее, по лекции думал, что C-шки, они как раз, ну, как бы, меняют, ну, в смысле, что мы находим... Самое важное — это найти базисные решения, а все остальное просто получается как линейная комбинация. Ну, так вот, если и на КЦ. У тебя решение — это, может, значит, какие-то функции, да, семейства? А, все, я понял. C константы в том смысле, что C от X зависит. Да, это тебе играет ту же самую роль, что и константы, значит, других уравнений. Все, я понял, да, да, да. Ладно, записали? Записали раз, да, записали два. Написали три морская фигуры, замри, ладно, удаляем. Пример какой-нибудь, давайте, простой, чтобы не было понимание. Стоян, простенький. Просто, чтобы вы понимали, значит, что там происходит. Это исполнить проявление решение. Ну, давайте начнем. Вот такой, значит, это или отыгрик наш. Ну, что мы делаем в данном случае? Ну, разные коэффициенты константные. Да, значит, это уравнение с постоянными коэффициентами, чем однородные, так? Да, составляем хоро-хоро-хоро-хоро-хоро-хоро. Значит, лямбда в четвертый, минус 5 лямбда в квадрате, плюс 4, да? И 4 лямбда в 4. Это нулевая производная, по сути, да? Значит, это что такое у нас, значит? Ну, это биквадратное уравнение. Все поведут как биквадратное уравнение, да? Что такая замена? Ну, это что-то за замену делаем, да, на квадрат. Плюс 4 равно 0, значит, это 1 равно 4, и 2 равно 1. Так, а там на конкурсе совершенно не получится какой-нибудь характеристический многочлен пятой степени, вернее, четвертый. Он разваливается, скорее всего. Он, скорее всего, разваливается. Там проблемы не в характеристических многочленах. То есть однородного на контроле не будет, там и сразу не однородного. Да, ну окей. Я просто не знаю, сразу в каком месте подвох ожидать, ты скажи. Подвох обычно, значит, сидит, значит, вместо девариаций. Там что-то интегрировать надо жесткое. Значит, отсюда ты 1, а она 4, ты 2 равно 1. Все понимают, когда на шоу вот их не считались криминантами, да? Чтоб не считали меня волшебниками. Ну, а теорию, я-то какая-нибудь. Ну да, да, да. А, кстати, и пользоваться не умею. Ну, сумма это минус, то есть минус сумма. Нет, я ее знаю, я просто как бы вот не умею так быстро А еще она для n есть, призвольная. Вот, значит. То есть в сравнении четвертого порядка, да? Ну это 4 корня, да? Значит, альфа 1, 2, лямбда, смысл. Минус 2, лямбда 3, единица, лямбда 4, минус единица. Все кратность какая? Первая, да? То есть альфа 1 равно альфа 2, равно альфа 3, равно альфа 4, равно 1, так? Это кратности. Вот все траке у нас значит, y к чему равна? c1, е в степени 2x, плюс c2, е в степени минус 2x, плюс c3, е в степени x, плюс c4, минус степени минус x. Все, значит, это хорошее решение. Вот. Все простенько, да? Еще один, давайте пример сразу. И демонстрации. И что вот такой, да? Опять же получаем вот такую штуку. Это равно полный квадрат. Так, смотрите. Цена удаляем на квадрат равна минус 1, кратности 2 причем. Каждая этих корней будет кратности 2. Цена удаляем на равно i, плюс минус i, кратности 2. Что мы делаем, когда у нас комплексный корень? Кто помнит? Та надо то ли на запряженное обозначить было. Можешь исчислять, а можно и не исчислять. Значит, если у нас левая часть уравнения, она вся, значит, вещественно назначена, там можно, как бы, симис потенциально загнать сюда. Слушай, тригонометрическую замену, что ли, сделать? Ну, значит, если у вас тогда будет, вот, е в степени, пусть у вас есть, значит, z, дальше плюс b, да? Значит, если у вас все слева вещественное, да, то у вас обязательно среди корней будет и вот такой еще, спряженный ему, правильно? Всегда, если слева, левая часть, значит, все коэффициенты вещественные, а у вас есть комплексные корни, то они сюда входят вместе с сопряженной парой своей. Отсюда, значит, вместо них можно заменить на, значит, что там у нас, косинус, бета икс, но е в степени ореха икс, да? В степени ореха икс, на косинус, на синус, бета икс. Вот и такие, на такую пару. Они вне независимо между собой и с другими. По сути, вы можете вывести это из формулы Эйлера, на самом деле, постараться, но очень хочется. То есть выводится из формулы Эйлера. Из формулы Эйлера. Из формулы Эйлера. 2, поэтому так же сразу. Я сразу выношу, получается. Да, потому что у нас будет корень c1, значит, е в степени. У нас сейчас у нас нет вещественной части, да, альфа 0, значит, есть накомнимое, значит, косинус икс. И так как раз кратность 2, то у нас еще будет вот такой, значит, икс, это другая константа, а косинус икс. Вот я теперь косинус икс у нас общий, я сразу выношу и получаю вот эту. Это, значит, значит, одна часть. А вот минус И, он у нас обреженный. Значит, тогда И и минус И встречаются оба флорократности. И оба, значит, все коэффициенты у нас в левой части вещественные, значит, можно заменить, значит, комплексные штуки на косинус икс. Значит, c3 плюс c4x синус икс. Вот такое, значит, сравнение. Это тогда ответ. Общее решение. То есть помни, значит, запоминаем, значит, если у нас слева, значит, слева все вещественное, все вещественное, то если z корень кратности альфа характеристического многочлена, то z с чертой тоже корень той же кратности, причем тоже корень кратности альфа того же самого хористического многочлена. Следовательно, по формуле Мэйера Мэйера можно их заменить на, значит, если z равно альфа, то есть z с чертой равно альфа минус, и в это, эту пару можно заменить на, значит, вот такую. Значит, им соответствует, в смысле, такие вот корни. Решение, то есть. Просто, чтобы каждый раз формула, наверное, не применять, да, значит, делать, я еще раз сразу видим, значит, такую вещь. Я представляю. Вот если там комплексные коэффициенты будут, то да, нам никуда не деваться уже будет. Мы тоже будем списать полезные экспоненты и что-то. Ну, у нас, значит, все еще стены, да. В данном случае. Ну, что-то понятно, да? Ну, давайте посмотрим. А какие-нибудь другие способы, ну, вернее, замена в таком случае есть? Ну, кроме формулов и следственных формул? Там здесь ничего не нужно же, в принципе, больше. То есть, либо у вас, значит, вещественное число, тогда понятно, значит, экспоненты степени, да. Если у вас, значит, кратность, то понятно, что делать. То есть, если, значит, комплексная, то возникает такая ситуация, значит, и тоже понятно, что делать. Ну, а если снова кратность возникает, то делаем то же самое. На X нужно, на степени X, да, кратность минус 1, да. Такая замена всегда сработает, типа. Если все вещественное, то да. А, ну, у нас просто пока комплексных чисел не бывает. Ну, да, в принципе, скорее всего, не будет никогда. Конечно, можно залезть на C и там все это делать. Есть отдельная теория, которая изучает дефолинация. Просто это тоже поле, поэтому, как бы, на нем тоже можно сделать что-то, которые строят все силы. Вот все непонятно, да, это вот все простое, все, значит, этим все понятно, да. Сейчас это хитро возникать не нажимаем. Слушайте, мне сказали, что вам рассказали, значит, метод вариации призвольно-постоянной для призвольного N, правильно? Хочется примеров тоже. Я понимаю, что надо примеры просто потому, что есть... Смотрите, значит, записали, да? Стали большое юридическое отступление. Видимо, как-то да. Значит, теперь рассмотрим, значит, вот такое вот уравнение, да? Ну, линейное, неоднородное уравнение, правильно? Теперь пусть, значит, Y1, Y созвездочка – это какое-то частное решение, да? Частное решение. Что это означает? Значит, я поставлю в качестве уравнения, в то же, что-то, значит, будет... Если поставлю уравнение, получится то же. Значит, сделаем замену. Это в каком смысле частное решение? Без Саши какое-то решение одно. А, окей. Значит, сделаем замену. Игрек плюс Y со звездой. Так, получается, Y плюс Y со звездой. Равно Y, потому что L – это линейный функционал, да? Все понимаем, конечно. Ну, либо можно поставить само уравнение и понять, что это линейный функционал, да? А, ну, то есть, как бы это тоже будет решением, потому что, ну, линейно. Смотрите, получается вот такая вот штука, так? Теперь вот это Y со звездой – решение вот этого, да? Правильно? Значит, если Y со звездой – частное решение, значит, этого я подставляю сюда и получаю тужество. Значит, это одно и то же. А теперь следует, что Y равно 0. Ага, ну, это уже однородное уравнение. Значит, у них, да, мы сегодня к однородному уравнению. Но, опять же, вопрос в том, что вот нахождение частного решения, оно как бы не алгоритмическое. А, ну, вот так, да, здесь два варианта в данном случае, да. То есть, это прямо не алгоритм, да, прямо на алгоритм, точнее как. Ну, давай, сейчас я закончу с этим. Значит, Y, значит, получается, если мы, значит, делаем такую замену, мы получаем, значит, однородное уравнение, мы его решаем, тогда, возвращаясь по замене, мы получаем, что, вообще говоря, значит, это решение, общее решение, решение линейного неоднородного уравнения, это общее решение линейного однородного уравнения, плюс частное решение, значит, линейного неоднородного уравнения, да, так же, как было и в первой степени, так, когда мы решали тогда. Так, теперь там было просто линейное все, да, то есть, подставил, короче, этот линейный функционал на векторе. вопрос вопрос как искать вообще часто решение есть два способа первый значит метод вариации второе это метод неопредименных коэффициентов шпит вариации поставок чего сводится значит если это вопрос нам просто решать сначала линейное однородное потом делаем все цешки в нем зависим когда вы находите значит находите решать то есть линейное однородное с тем же функционалом на решить значит находите значит век ну цены мы считаем что в среду порядка старая систему до как система выглядит c1 штрих y1 так далее cn штрих yn равно 0 c1 штрих y1 штрих плюс так далее cn штрих yn штрих равно 0 и так далее а 0 это старший коэффициент старший коэффициент не равен 0 очевидно да иначе сравнение не на порядка минус 1 1 1 производная плюс так далее значит плюс cn штрих yn минус 1 производная равно и фотос насчет способ принцип универсальный но очень громоздки для высоких производных c1 штрих везде везде коэффициенты это штрихи и константа только в первом уравнении значит просто сами игреки потом игрек штрихи и так далее значит и вторые штрихи и третьей штрихи и так далее значит дэн минус первопроизводную только здесь уже появляется вот такая штука да а 0 и фотос после до минус 2 там по сути это получается ну как вам рассказывает составляет системы значит в ней элиминируется просто некий коэффициент и чтобы моя значит мое решение было решение удовлетворяло что слове locks и затем главное чтобы она однозначно разрешалось требуется чтобы г parachute переменных и слогами на их больше чем нужно поэтому потребуем что все остальные были равны нулю тогда начнет и так несколько раз надо очень много раз тогда если все эти штуки одновременно нулю последнего слагаемого, то моя система разрешается, в ней однозначно находятся конкретные решения, это частное. Ну и говорится, что она-то и из этого находится. Из этой системы. Ну да, на лекции всякие определители были для этих моторов. Окей. Воронского? Ну нет, вам нужно сказать, что не придется Воронского искать, пока на уроке. А вы уже здесь пользуетесь просто самим результатом. Универсальный, но очень громоздкий, высоких производных, плюс источник всяких неберущихся интегралов. Всяких неберущихся интегралов. Особо если производная высокая, да, там интеграл, приинтегрировали, приинтегрировали, а там дичь какая-то пошла. Дальше. Мет неприятных коэффициентов работает, только если f от x определенного конкретного, определенного класса. А именно, значит, есть степени альфа x значит p от pn от x косинус бета x плюс qm от x синус бета x где n это степень p от многочлена, да? m это степень q от многочлена, да? Это называется тригонометрический квазимногочлен, да? Тригонометрический квазимногочлен. Квазик, когда экспонент умножается. Просто квазимногочлен, это вот это, да? Вот тригонометрический еще. И вот если у нас, значит, правая часть имеет такой вид, то тогда решения y со звездой будут тоже, значит, в похожем классе решать, да? Помните, когда при Кате решали, значит, у нас тоже была похожая тему? Да, да, да. Вот, вот, по сути, это одно, оно и есть, только оно более алгоритмизировалось здесь, в отличие от при Кате. То есть, если f право, неоднородность нашей из определенного класса функции, то значит, и x с звездой тоже, значит, из определенного класса функции, и там определяется с Катейс, если f такой-то, то y с звезой из такого-то класса, да? Если f с такого-то класса, звездой с такого-то класса вы просто значит ищите и поставлять эксперимент коэффициент одевого права части решать систему значит уже линейную большую и находите эти коэффициенты участия сейчас на решение или со звездой начаться определенного класса функции значит он 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 значит работает только работает только для определенного класса громоздкие всегда независимо от того что вы делаете всегда но сводится именно к линейным системам снатонник отриживать чуть-чуть миллион раз вещь может легко по интегрироваться все сразу и все получится может и нет но он универсальный работа при этом классом всегда здоровый потому что там не знает стоит у вас сверху икс куб справа он классе будет искать а x q плюс b x квадрат плюс c x плюс d значит найдем на час окном айсом 4 производный стоит давать искать 4 производных подставлять значит у вас же там будет коэффициент какие-то там значит дано что дети 4 производные вот этого начну 4 0 1 значит квадратная 2 1 3 просто на 4 ну внутри пусть будет ладно значит и каждый производный подставляете значит у вас будет там 50 слагаемых придите подумать члены 50 слагаемых и так далее на первом курсе 10 производных это арксинус он было взять на контрольный на тим-то не активно снова у вас будет а если вас корень и вот эта вот штука до писать от нее 4 производные 5 искать и на может компе конечно заставить и делать это в принципе несложно я напишем программу и докажем что она правильно ищет производные программа ищет правильную производную это как что просто если мы видим свой бы то в отеле цельcom of the e- diaphragm какой-нибудь нет я думаю что просто если мы их объем и тут условно и вольфрам какой нибудь вы можете сказать что вольфрам работает неправильноа если на каком-нибудь копе докажем что ваш продукт а не в том что мыфрам неправильный çalışая работает может правда чем Wochepe он может быть и оFE у меня умеет ли у сам это делать на сначала вы учите сами девать если вы это умеете делать и вам уже как бы нуле это делать То есть вы уже начинаете программу писать. Такая обычная последовательность. А иногда человек пропускает сразу, значит. Не хочу ничего учить, значит, как писать производную, значит. Мне все равно как. Я знаю, просто нужно написать, да, значит, div, fx какой-нибудь в каком-нибудь мэпле, да. И все. Нет, окей, ну то есть если мы сами программу напишем, то это более-менее как бы сойдет. Другое дело... Ну я просто не знаю, чего ожидать. Вдруг там тоже будет какой-нибудь десятый порядок. Нет, десятый вряд ли, шестой нер максимум. Но все равно они очень приятны. Вот. Единственное, что вы можете сделать, значит, для всех этих классов заранее выписать все производные, там, до пятой заранее, да, раз вы уже знаете, какие могут быть. Возьмите эту функцию, просто пишите, у нее там 6 производных сразу. Положите на бумажке рядом с собой, значит. Будет у вас уравнение, вы такие смотрите. Опа, это значит такая, это с такими-то альфа, значит, pn, qn, qn и бета, да. Все, значит. Поняли. И сразу предупоставляют коэффициенты ваши производные. Тык-тык-тык, все, подставил, значит. Молодец. Ладно, с этим понятно, да? Значит, есть два, значит, что это делается, значит. Некий обзор, значит, что делается в случае с неоднородным уравнением, значит, что ищет частное решение, делается замена. На самом деле, кто-то замену никак не делает, очевидно, значит. Это просто при помощи замены мы доказываем, что общее решение линейно-ненародного, это общее решение линейно-однородного, плюс частное решение линейно-ненародного. Вопрос, как искать частное, да? В этом умеем делать, как искать частное, значит, метод вариации, значит, произвольно-постоянный, либо метод неоплённый коэффициент. Значит, это понятно. Все записали на ней, ну, и на же время. Вы писали раз, да, вы писали два, как опцион, значит, записали три, ладно, все молчат, хорошо. Теперь еще интересный способ, значит, смотрите, вот у вас есть, значит, f от x, который, на самом деле, f1 от x, плюс f2 от x, плюс f3 от x, так? Так, вот, достаточно рассмотреть тогда, значит. Так, мы найдем y с звездой 1, да, y с звездой 2, y с звездой 2, так, не так, y с звездой сверху, а не снизу. y с звездой 1, y с звездой 2, y с звездой 3, это все частное решение, так? Частное решение каждого из них, правильно? Окей, ну вот нашли мы частное решение для каждого. Тогда частное решение у этого всего будет какое, значит? Неужели сумма просто? Да, не просто сумма. Ну, может, она там еще и линейная комбинация тогда также работает? Ну, естественно, там можно... Ну, я понимаю, смысл линейной комбинации, если у вас просто могут этот коэффициент засунуть f и считать, что он просто часть f. Поэтому, правда, не говорим, есть про них напоминаться. Ну, просто если там какой-нибудь коэффициент опять тоже, не беручийся интеграл, например. Ну, значит, он будет частью f сиденья, значит, как константы. Так, правда, если 0, то, что мы же поставим коэффициентом. Я просто говорю, что зачем его в f таскать, если можно решить без коэффициента. Ну, ладно, ладно. Короче, важно, что он линейный просто. Да, и отсюда, значит, возникает, значит, смотрите, значит, как часто делаю, значит, если f из класса, позволяющего использовать метод неопределенных коэффициентов, f и ты какой-то, да, то есть мы решаем его этим способом. Если f, значит, другой, значит, нет, не из класса, позволяющего, там, какая-нибудь единица на x квадрата какая-нибудь, да? Например, то, значит, метод вариации применяют. Метод вариации призвольных постоянных. Призвольных постоянных в нашем случае. Не из класса. То есть вы разбиваетесь на несколько, находите в каждом из них частные, да? И находите однородные. Отдельно, значит, решаете 4, по сути, в данном случае. И 0, y, к 0, 0, 0. Вашим частным искомым у y, с увезной, будет сумма этих мелких частных. Так что, если вы видите сумму, культ сложную, то можете, в принципе, ее разбивать. Разваливать. Точно понятно, да? Понятно, раз, да? Понятно, да. Понятно, понятно, да. Ну, может, кому-то непонятно, что мы все сняли. Просто. Ну, давайте что-нибудь из Филиппова. Не сегодня. Любит, любит Филиппов в свой частный инфекционер. А сейчас простенько, а потом мы уж перейдем к непростенькому, наверное. Значит. Уга. Значит, и 2 штриха, минус 2y штрих, плюс y равно есть степень и минус x умножить на x. Действительно так. Действительно так. Кто хочет, попробуй? Ну, я, конечно, могу. Может, кто-нибудь еще хочет. Да, у нас сердяков за все горлоты, да? Нет, просто пока один раз я что-то не решу, то, как бы, сложно. Просто если я начинаю решать, то это обычно надолго. Ну, это не самое сложное, поэтому я немножко помогаю. Надолго, это будет потом. Второе уравнение. Так что там сейчас плохо слышно было? Я говорю, надолго это вот следующее уравнение, которое мы будем мешать, да? Пока у нас, значит, такое уравнение, значит. Ну, давайте поговорим, реши. Что, мне объясните? Не, ну, если ждающих нет, сейчас я как-то... А, ну, в смысле у тебя проблемы с инпутом. Поэтому надолго. Так, ну... Первым делом, конечно, надо опять характеристический многочлен составить. Как мы тут делаем. Угу. Так, оно, правда, да, но не однородное. То есть сначала надо решить, что случится. Сначала надо решить однородное. Угу. И найти какое-нибудь частное решение. Угу. Так, ну, с решением однородным это, наверное, проблем не будет. Ну, потому что оно алгоритмическое. А вот как найти частное решение? Значит. Похоже ли это на класс? Ну, все-таки давайте, значит, воспользуемся методом, пока в вариации, значит. Моя рекомендация. Пока давайте тренируем. Я понимаю, что похоже, но давайте пока в вариации воспользуемся. А, окей. Так. Тренируемся в вариации. Ну, значит, для этого надо все равно сначала решить однородное, потом. Ну, в любом случае, да, однородное нужно решить. Поэтому тут, в принципе, просто сразу решать однородное сначала, не заморачивайтесь. Просто, чтобы применить вариацию, вам нужно решить однородное, да, чтобы применить метод, вам не нужно решить однородное, но... Вам же все равно, наверное, поздно придется решить. Так, вот лямбды у меня на клавиатуре как-то не завезли, поэтому я какую-то теску, что ли, выберу. Пардон. Так, ничего себе, тут даже хорошие корни у него окна. Так, ну, значит, вот это общее решение. Угук равно... Теперь мне вопрос, что здесь является y1, y2, да, значит, y1 это есть в степени x, y2 это x есть в степени x, так? Да, да. Ну, это вот... Да, тогда можно ставить систему вариаций, правильно? А, да, все, я понял, там-то, да, там надо поделить все, фундаментальное дело. Так. Так. пока значит он дышает то есть я кратко скажу что значит третий контроль на три задачи на все помнят первое это ненадородное уравнение 3 мягкие слагаемые дайв 1 после 2 3 4 все разные способами доводится на частное решение дальше значит уравнение эйлера это некий под вид уравнение с переменных центры которые решаются ну и система очевидными на систему вам скидали это ссылку на лекции на него меньше старшим ценой единицы они пишут уравни даже столько же сколько и значит и производных ну еще одна в конце значит два уровня так а нулевое тут тоже единичка просто да сашка специально действие на ревать стоит а вот да потому что вначале практики вы старший коэффициент обозначил а на лекциях он как раз свободно что формуле на перебраться я обычно сай начиная оформилу я просто из мишки сделал поэтому как есть написал так Видимо, вот так. То есть я экспоненту правильно продеференцировал? Ну, сравнись с тем, что я продеференцировал. Правильно, правильно. А, господи, сейчас, подожди. Я не нюанс, я неправильные условия вам дам. Я пишу, смотрите, здесь плюс, здесь минус первую. Вот так вот. Ну, пока это ни на что не влияет, короче, вот так. А, да, там вправо эту часть дифференцировать не надо. Вправо эту часть не надо, там что-то дифференцировать, значит. Значит, что-то на x, короче, экспонент, если к x, зерить на x, он зажжет. Это прям какой-то хороший интеграл, что ли? Ну, и как теперь систему решаем? Ну, вот я сейчас как раз пытаюсь, что... Ну, смотрите, у вас первый коэффициент одинаковый сверху снизу, да? Гауссом, что ли? В общем, гауссом. Первый коэффициент одинаковый, да? Давайте вычтем с нарую, я первая, да? Как школьники, семиклассники такие. Значит, сейчас сократится первый коэффициент, да? Уйдет, остается, значит, с этого штрих, значит. Один плюс x минус x это один просто, да? Значит, это е в степени x равно е в степени x делить на x, правильно? Е в степени x положительнее, потому что ее можно делить. Если мы вычисли с первого-второго, там же... Второго-второго. Второго-второго. Ну что, из чего вычитаем, значит, из этого это вычитание. Значит, это от x, понятно, да? С два штрих от x. Равно 1x, значит, c2, чего равно. Логарифму плюс c. Так, а c мы просто сразу под логарифм нанесли. Ну да, еще. Ну, возьмем вместо c логарифм c, да? Логарифм c. Ну, тогда что у нас будет? Как система тогда перепишется? C1 штрих е в степени x. C2 штрих от 1x, значит, плюс е в степени x равно 0. C1 штрих е в степени x плюс е в степени x1 плюс x делить x на x равно 1x у е в степени x. То есть вот из-за отсюда находим. Здесь получим то же самое, если сократим. Ц1 штрих от x равно... Значит, это минус е в степени x делить на е в степени x, это минус 1. Ну, минус x плюс c. Ну, c минус x. Ну, да. Ой, тут теперь только цешки надо пронумеровать как-нибудь или там черточки над ней подставить. Ц2 шравна, ц2 шравна. Подставить, значит, в наши, значит, в чумушу. Только я теперь черточку убрал, да? Ну, это все еще то, что с черточкой, как бы. Ну, так... Ну, да. Так, это вот частное решение? Нет, я уже частное решение здесь нашел. Я просто подставил, и теперь вот. А, все, то есть это мы сразу нашли? Она просто внутрь встроилась. Это как раз то самое, общее решение однородное, плюс частное решение неоднородное. Да, да. Пока действительно не очень длинные. Мы даже в какой-то веке не написали ОДЗ. Ну, ОДЗ понятно, как ОДЗ. Не равно нулю, X не равно С, еще нулю не равно. Да. ОДЗ. Спасибо. 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 А она будет сложнее решить эту систему. Ну да. А ее в общем случае можно алгоритмически решить тем же методом, например Гаусс? Главная сложность в том, что в матрице системы будут функции, а не числа. Поэтому всё очень длинное. Функции там же нужно интегрировать, потом подставить, если на несколько производных, то там как бы. Да, ну там, достаточно. Так, ладно, теперь какой-нибудь посложнее. Значит, seconds я его не хочу давать, а не хочется. А вот для этих заданий у нас задачи каши будут, или? Да, будут, но это позже, совсем мы должны научиться их решать. Значит. Вот такой вещь. Ну что, желающий тоже не, да, Сердякова? Что-то нас мало сегодня. Куда-то девались? Во. Он выглядит ужасно, конечно. Это ещё более-менее. Там, короче, есть с seconds. Вроде тоже самое же делать, надо сначала решить. Да-да-да-да, я внутрь, я хочу чтобы вы тренировались просто. Вы теперь видели один раз, как оно всё решается от начала до конца, да? Ну да, тут поменялось относительно предыдущего номера, по-моему, только в правой части. Ну да. Ну левая часть, она сильно-сильно редкая, когда сильно какие-то сложности доставляет. Ну вот если там характеристический многочлен какой-нибудь сложный, тогда... В смысле? Ну может и примите, а либо визу пропустили. Всё равно. А, кстати, а если у характеристического многочлена тоже корни комплексные, там, собственно? Это... Я раз говорил, что делать, когда корни комплексные. На космусы... А, это как... Всё-всё-всё, это как раз, да, про характеристический, окей. Всё, сейчас сойдёт, всё-всё. Ну да, товарищ Маслов решает, хорошо. это надеюсь не с этих стачпадов рисуетесь с мышки за прошлую практику и вообще с планшета с тачскрином рисовал так нам наверно надо эти решения овеществить а там какая-то тригонометрия типа мы смотрите у вас сейчас начать пока это есть степени альфа x на косинус бета x есть степени альфа правильно значит экспонента не будет до мнимая часть единичка мнимая часть единичка минус единичка сопряженная по сути значит будет просто синус косинус x и синус x а окей видимо первый будет косинусом x переменами слагаю с его не меняется так у кири это наши два решения 1 написать общее решение однородное так общее решение сумма с константами так сейчас уже можно наверно переключиться на человеческое написание вот это наше общее решение теперь мы выбираем один из двух методов ну видимо видимо это не функция не из класса да а почему корень корень кратического многочлена плюс-минус и там же вроде вот да там минус один по моему минус один кратности 2 значит все гораздо проще значит это будет е степени минус x и x в степени е степени е степени минус минус да вроде так значит у будет равен c1 е степени минус x ну можно даже вместе собрать будет c1 плюс c2 x е степени минус x а теперь составлять систему которая с да значит выпиши 1 и 1 и 2 значит вы можете в уме в принципе это делать но вы можете выписать себе 1 и 2 так значит вот их выписали да вот они здесь да 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 значит значит система вариации какой какой степени будет сколько второй вторая значит напишем сразу до первой производной то есть система вариации степен m имеет ввиду то значит производные нужны до m-1 правильно да значит сразу выпишем производную и будем подставлять значит это равно есть минус x минус x так м-1 равно один минус x вот теперь можно встроить систему вариациях с наш коэффициент у нас значит а я на то у нас единичка правильно а это f наш до это первое уравнение и второе уравнение теперь нам надо будет находить c1 c2 наверное на е в степени минус икс мы сразу сократим все да 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 что получится систему короче вот здесь где-то скопкин все Ну что за минусом нужно сразу же? Ага. Ну что, сменят постановки, да, нужно же поменять тогда? Да. Посмотрим с линейной системой, да? Найти C2. Найти C2 и... Значит, C1 подставляем, это минус X. Значит, X минус X сокращается, остается минус, значит, минус сокращается, C2 вот такая штука, правильно? Согласен. Давайте C2 от X, правильно, значит? Значит, C2 штрих от X равно 3 корня X сокращается минус C1 штрих от X равно минус 3X корня X сокращается минус Да. Давайте это проинтегрировать. Давайте проинтегрировать. Ну это степенная функция. Да, это действительно степенная функция. C2 это константа. Чтобы ее позвать, просто C будет. C2 еще мы контегрируем, да, вот с одним сложнее. Чуть-чуть. Кажется, вот такой получится интеграун. Чуть-чуть на вторую. К тройку забыл, нет? К тройку от трех вторых. Нет, все нормально, да, согласен. Да, делить на 1, значит, и на 3, да, согласен. Хорошо. К от 1, видимо. Чуть-чуть почистим. Попробуйте. Наверное. Ну попробуйте. Сейчас. У нас не в tekстил и мы опять делимся. Сохранение. Чуть-чуть. Сохранение. –hece. –hece. Спасибо. 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 Вроде бы вот так получается. Еще раз перепроверю. и приносить шесть пятых разложу будет 5 просто не так написано ладно ответ получается плюс c1 плюс 2x на x плюс 1 степени 3 в таре плюс c2x на x степени x1. Да. По сути, ваш x звездой, это было, значит, если я, видите, отсюда вычленю вот эту часть, это было и в степени минус x, но она сейчас минус 6 в таре плюс плюс 1 степень 3 в таре плюс 2x на x плюс 1 степень 3 в таре. Вот. Это ваше частное решение. Сейчас, секунду. Ну вот, раз, два. А, да, все. Окей. Вот. Это ваше частное решение, это общее, да? Ага. Так. Ну ладно, у нас ссука встал 3 в 4. Надо давать еще одну. Извините, а можете вернуть ненадолго, пожалуйста? Да, это возможно, хорошо. Все, я сохранил себе. Все, можно дарить? Значит. Тоже простенькая, в сравнении. Хочешь попробовать. Ждем желающих. Ну не знаю. Ну что, мне вызвать, что ли, кого-нибудь? Он не ответит, скорее всего. Я уже привык решать дефилициальные уравнения на практиках. Нет, ну за всех уже не решишь в итоге? М? За всех ты не решишь в итоге? Все, в принципе. Контроль. Ну, я к тому, что это, как это называют, желающие смысл. Мне больше интересно, сколько человек нас с ним отключает. Два как минимум. Что, давайте я пробую. Ну давайте. Сейчас. Как здесь монтарейки делать? Так у вас сверху даже панелька, нет? А, как комментировать? Сейчас, да, все, Анжо. Окей. Так, ну только через текст, умею, и рисовать не могу. Ну, сначала напишу характеристический многочлен. У нас он... Мы отравняем нулю. Так, сейчас. Как у него оставить? В другую букву, понятие уверен. Ладно. Сейчас. А. Вот, да. Не мучается. Получаем, что у нас... Ну, это мистерям, да, понятно, кто у нас... Ну, теперь найдем... 1, 2, 2... Так, а, ну и так у нас здесь... Получились комплексные значения. То тогда... Делаем через синус и косинусы. Так, у нас... Что там было? Там было... А, это просто... Это просто в воде буквы... Осинус и синус и х получается. Да. А, это просто в воде буквы... Нет, это Y1-штрих. Мы сразу в производные находим. А, все, согласен. Согласен. Просто больше производного писать уже после общего решения. Ну, ладно. А, ну... Я как бы после просто... Просто хочу, чтобы... Это нормально. Это нормально. Все решение сейчас. Сразу в вероятность. Не могу по строчкам писать. Хорошо. И теперь... Ставить систему... И сделаем... И сделаем... Хорошо. Продолжение следует... 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 сейчас я уже не очень помню как это берется по моему кота но у нас же минус косинус переносим косинус делим на производность и нас какая косинус это это сильно секс до константы 21 такой ну и все остается там подставить косинус получается и 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 исправить или как вот он Ну вот, такая штука. Ну, понятно, да, значит, в следующий раз домашнее задание. Там есть список примеров, 575-580. Сейчас напишу. Мы здесь три из них решили. Решить оставшимся. Задача каши это все в следующий раз будет. Оставшись. Если еще раз будет метриканских центов, и если время будет каши. И равнение электриков. Ну, сейчас мы должны три часа, а не полтора, потому что не будет с них разбора. Поэтому мы должны больше времени не развить. Оставшиеся. Так вот, и значит, ладно. Становитесь роботами, уменьшим решать начать вот это. А вообще, сколько у нас практик должно быть еще до вот этой третьей контрольной? Две-три? Точно сейчас не скажу. Нет, ну я к тому, что, как бы, когда ее ориентировать, что нам надо? Ну, это седьмого, либо четырнадцатого, я думаю. Да, ну то есть, еще там почти месяц, окей. Я, конечно, не знаю. Возможно, если Юрий Владимирович не захочет сделать, чтобы его скинул вам лекцию, вы посмотрели, и такой, давайте сразу решать. А как там наши контрольные вторые? А, я не успел до проверителя, значит, до конца всех. Ну, как-нибудь этот процесс идет, или... Ну, идет, идет, но, значит, я постараюсь к концу этого недели делать. Хорошо, спасибо. А там какие-нибудь инсайды опять, типа, сколько-то забанено, сколько-то... А, нет, пока без инсайда. Я решил лучше инсайды не делать в то же время. Чтобы мне личка не писала пять человек, почему я забанил. Ладно, значит. Извините, а можно вопрос? Да. А получается, когда пройдет третья контрольная, там как... Переписывали было просто, да. Без лекции, или что? Каждую неделю переписывали? Нет, лекция, скорее всего, будет лекция, а потом переписывание, на практике. И планируется как? По одному переписыванию каждый контрольный? Не совсем. Обычно, смотрите, значит. Обычно выкладывают сопленные задания. И смотрят на статистику, значит. Например, очень много людей не написало первой контрольной. Когда всем выкладывается первая контрольная, значит... Значит, все люди переписывали первую контрольную. Но кто написал первую, он может лично обратиться к преподавателю, или другую. Сделано так, чтобы все три сразу не вывешивать, потому что, значит, нужно больше заданий тратить на это, а задания составлять такие сложно. Сначала все приходят, переписываем первую. Там человеку надо решить два задания. А, то есть нельзя параллельно несколько контрольных. Ну, это плохо, значит. Так лучше так и делать, да. Значит, мы обычно так и не даем делать. Значит, сначала первую переписываем, значит. Если кому не надо, он пишет там вторую. Дальше смотрим статистику, значит, после первой переписывания. Сколько там переписал, осталось. Значит, следующий, следующий и так далее. А нам недельно переписывания хватит. Если у нас контрольная будет седьмого, то у нас остается 14, 21 и 28. Ну... А там еще на экзаменах у нас еще переписывали, на пересдачах переписывали. Вот. Ну, а без пересдачи-то можно как-нибудь с этим справиться? А, я думаю, можно. Ну, у вас же есть ли какие-то три задания решили? Ну, вот. Учитывая, что вам дается день на решение задач контроля, хотя когда людям, которые очень занимались, давалось 4 часа. У вас, как бы, огромное преимущество. Да, у вас, в принципе, среди не болеют. Нам теперь это постоянно будут упоминать. Конечно. Ну, у нас, правда, и предметы в семестре больше, которые раньше в разных были. Ну, это такой процесс просто перекидывания предметов. Я обратно на дефорист, обратно на второй курс, скорее всего. А у вас просто их не было, поэтому у вас ответили. Да. Может, вместо того, чтобы переписывать сессию, найдем какие-нибудь дни, когда студентам... Ну, если мы сами договоримся, сможем... Ну, это все, я еще договорился, но не факт, что я просто буду освободен этот день. А, например, еще... Нет, ну, условно, для переписывания контрольный, нам же надо... Ну, вот, как бы, если нет вопросов для обсуждения, нам просто задания нужны, и там, дедлайн, и все. Ну, короче, это, значит... Спросите, Владимир Владимирович, на кого приходить. Ну, это решается, вообще. Да, ну, я думаю, это решается, просто нам надо это обсудить, и мы их не особо это обсуждали пока что, пока планируем по старой схеме. Значит, если какие-то там предложения есть или идеи, то, может, в принципе, Телеграм-фильм там почитаем. Ладно, ребят, тогда, значит, ров-тайда закончена на этом. Значит, домашнее задание у нас есть. Надеюсь, все понятно пока что. Продолжение следует...